В торжественной обстановке в зале администрации Московского района состоялось награждение руководителей предприятий и организаций, учебных заведений и жилых кооперативов, индивидуальных застройщиков и хозяев частных подворий, победивших в традиционном конкурсе по благоустройству. В состязании приняли участие самые яркие и интересные проекты, а таких в Московском районе оказалось более сотни. Цель проведения подобных конкурсов проста. Занимаясь вместе наведением порядка в дворовой зоне или созданием уюта на территории предприятия, коллектив объединяется, становится более дружным и открытым. Кроме того, люди начинают больше ценить ту красоту, которая окружает их, ведь сделана она своими руками. Было объявлено 6 номинаций. Из 6 номинаций 18 победителей. Мы сделали основной упор также и на лучший дом, звание лучшего дома, лучшего двора, лучшего балкона. Очень приятно, когда сами коллективы своими силами делают вот эту красоту, и они же ее и берегут. 6 номинаций 18 победителей. Среди награжденных трудовые коллективы учреждений образования, предприятия организаций всех форм собственности, ЖСПК, индивидуальные застройщики. Обладателем первого почетного места среди благоустроенных территорий при учебных заведениях стал инициативный творческий коллектив воспитателей и сотрудников государственного учреждения образования «Ястый сад номер 82» по улице Луцкой. Сегодня рассмотреть всю красоту, которая радовала глаз не только родителей и детей, но и случайных прохожих, к сожалению, невозможно. Осень вступила в свои законные права и внесла определенные коррективы в ландшафт. В осенне-весенний период воспитанников учреждения будут радовать игровые зоны, украшенные скульптурными композициями, сделанными руками сотрудников. А о той яркости и красках, которые были летом, напоминают лишь фотографии. В учреждении заботятся, чтобы все, что окружает детей, было красивым и утонченным. Это помогает формировать у малышей настоящий эстетический вкус и тягу к прекрасному. Собираемся, делаем эскизы, потому что повторяться не хочется. Клумба должна каждый год видоизменяться. Мы ее делаем то в виде карты Белоруссии, то в виде какого-то цветка обязательно. То у нас называется это ручеек. Если ребенок растет и развивается в окружении прекрасных вещей, он совершенно по-другому формируется, его духовность, его развитие, его отношение к окружающему. Звание лучшего двора в этом году досталось единственному в городе Дому ветеранов. Еще бы, ведь благоустройством территории этого социального объекта занимается мастер на все руки. Николай Прошкин – строитель-плотник. Несмотря на то, что сегодня Николай Николаевич на заслуженном отдыхе, он с удовольствием экспериментирует с разными видами творчества. При помощи лозы он украсил территорию вокруг Дома ветеранов. А в самом социальном учреждении работам автора отведена целая выставочная площадка. Резные шкатулки, вазочки, ажурные ложки, подсвечники – этими и другими произведениями искусства мастер радует друзей и знакомых. Это в большей степени награда относится к нашим жителям, потому что они свой двор любят. И цветочки, и поделки – это все жители наши. И у нас живет очень хороший специалист, мастер, художник, который тоже свое творчество вот так выразил именно своими поделками. Синие пресски из кровли остались, ну где-то работал в одном месте. Начальник говорит, ты занимаешься, ну любишь заниматься, говорит, что-нибудь сделаешь. Ну я и решил сделать, приспособил сюда. Думаю, как раз лебеди пойдут на таком фоне синеньком. И так, то одно, то другое. Не знаю даже, как это выходит. В том, что московский район богат талантливыми людьми, сомневаться не приходится. Обладатели почетных мест в шести номинациях уверены, на достигнутом они останавливаться не собираются. А потому еще не раз порадуют жителей и гостей района новыми формами и техниками украшения прилегающих территорий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!